всем привет начинаю видео на той орхидейке которая была в предыдущем видео не помню закончила я на ней или нет но побольше распустилась бутончиков один цветочек уже отпал ну вот держится они наверное недели две я бы сказала где-то примерно так и их конечно лучше смотреть как-то снизу цветы настолько тяжелые большие что они просто не держатся очень тоненькие цвета ножки но очень здорово наращивает она новые бутоны по кругу красиво кстати замок у меня написали что мог зеленый конечно его нужно поддерживать его нужно обрызгивать и целлогина у меня стоят на нижнем ярусе им не столько много солнца достается ну и вот как то конечно мог зеленый а на верхнем ярусе конечно не так мог иногда засыхает конечно если хотите с опрыскивателем каждый день то конечно можно поддерживать эту красоту ну пока что времени у меня на это не хватает кстати я не говорила у меня это целлогина с 2019 года и вот я нашла на instagram фотографию она у меня так тела на два цветочка было конечно намного меньше такая картинка попробую даже вставить фотографию в общем здорово конечно разрастается такая она компактная я бы сказала не огромные не очень большие такие листья и бульбочка очень конечно здоровская котлейка о котлейка целлогина посмотрела на котлею вот эта красавица 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 как все догадались уже это пурпура то то что для меня было неожиданностью это наверное ничего не сказать потому что пурпура ты у нас сейчас не цветут но вы знаете именно эту пурпура ту я приобретала в двадцатом году и она в мае кстати она тоже цвела я ее покупала цветущей и потом она у меня опять же цвела в декабре двадцатого года то есть очень конечно очень как-то странно дважды в год но здорово я очень удивилась когда я ее увидела в мае цветущей и вот сейчас ну апрель практически в то же время она у меня выдала такой цветонос он как бы был да если кто не знает пурпура ты наращивают новый рост могут выдать чехол и с этим чехлом могут долго стоять и потом просыпается этот чехол или новый рост и сразу потом цветоносы в общем она по-разному бывает развивает свои цветоносы но она опять их начала растить я увидела движение в чехле он начал набухать и на ощупь прощупывались цвет цветочки поэтому конечно очень мне нравится кстати эта форма тоже корнея очень красивая вот реально цвет передает телефон прям камера просто настолько передает то венозная губа обалденная у него такой кстати тоже такой нежный нежный аромат и она тоже высокая как моя огромная пурпура то ну красивая корнея нравится мне еще альбовская форма тоже очень очень интересно и я видела но у меня ее нет в коллекции пока что радуемся этим но она тоже вот была пересажена мох если видно уже конечно он позеленел но вот нравится обычный асфагнум мох на дно и крупная кора и все растет как бы им нравится я заметила что ну мало кому не понравилось поэтому конечно когда взрослое растение она наверное может уже цвести дважды в год ну во всяком случае это лоелия котлея пурпурата цвела дважды в год поэтому посмотрим она мне пропустила кстати пару лет вот не цвела в двадцатом году цвела а потом не хотела и вот здесь вот расцвела опять не видела я ее давно цветение какая же красавица она и плавно перейдем к такому вот контрасту красиво конечно как же красиво когда такие яркие свежие цветы это просто бомба и конечно этот желтый цвет опять же реальный вот такой вот цвет это губа я не опрыскивала если кто думает это я собралась снимать видео выставила их на столике ну у нас пошел дождь ну пока я их убрала пока я все перенесла не хотела чтобы цветы намокали и портились дождь прошел в общем вот мы ходим и носим их до прячем и заботимся какая красивая губа это невероятная не настолько нравится когда вот контраст конечно и желтый цвет это желтые котлей это тоже красивые очень так это название вот такое алмаки красотка гибридная и я смотрю что еще здесь два бутончика в общем красивые тоже большие цветы я даже не знаю кто кто больше ну что я пошла померила взяла линеечку и померила 16 сантиметров альмаки и 17 сантиметров пурпура то огромные красивые цветы здорово здорово ну а тут моя новинка мое недавнее приобретение все таки она распустилась вторая малышка тоже распустилась если кто помнит я их покупала две вместе но там такой цветок какой-то испорченный непонятный мне кажется что первый раз то цветет котлея и конечно цветы не показатели ну а у это распустилась 3 и это конечно ну не знаю мне очень нравится я когда первый раз увидела цветение этой орхидеи она меня очень впечатлила но там конечно был большой куст и цветов было очень много и вот такая вот цветы они как в полу лежачим таком положении это красотка конечно лоелия перине ай бразилианка и цветов бывает от двух до шести в одном соцветии ну вот я наверное видела когда их было много и это конечно такой какой-то волшебный полет этих цветов я влюбилась была ну в общем очень рада что она у меня есть сейчас в коллекции красавица она кстати произрастает 700 900 метров над уровнем моря и по всей видимости любительница потеплее в общем будем ее грейда даже не поливать зимой такое интересное строение губы она распустилась была более такая темная ну вот уже наверное день 3 или 4 она цветет и я смотрю что она потихонечку потихонечку так вот такой нежный сиреневый лиловый цвет очень странно что она еще лоелия кто-то называет лилия но шикарный изгиб красотка аромат у нее тоже присутствует но очень такой нежный очень я бы сказала такой незаметный цветок 14 сантиметров конечно она ну по величине бульбы конечно не такие огромные вот я вот сейчас переставила для сравнения ну вот видите это уже взрослый костик такой конечно он разросшийся я не пересаживала пока что ничего так как купила и как вы видите конечно она намного меньше в два раза меньше чем пурпура то ну вот такой вот небольшой обзор но я думаю я их запечатлю пока что они свеженькие потому что что то ждешь всегда и потом пропадает это уже красота это такая свежесть цветов это еще цветет кстати мой green light знаете что еще хотела показать у меня такое небольшое разочарование ну вот это вот это мой красавчик white bad plant он кстати наращивает еще цветоносы я вот вижу что ой 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 вот он еще наращивает очередной цветонос красивое цветение конечно ну а это я вам обещала показать но вот обещала показываю то что мне дали черный но я даже не знаю что это честно говоря такое у меня небольшое разочарование не знаю он какой-то не черный а зеленый и мне кажется что он совсем к совсем какой-то не такой он не выдал очень много тоже был цветоносов хозяйка удивилась как это он у меня по выдавал один второй цветонос ну и вот они какие-то конечно непонятные будем ждать может быть маленькое растение еще но не знаю растит он еще и детку здесь поэтому вот такое вот у меня небольшое разочарование с этим но начал расти начал выдавать такие красивые листики конечно не такие огромные как у меня у нас кстати водится появилась вот где я занята здесь всегда в своем этом новом царстве красивые конечно листья но вот по сравнению с тем вы видите что эти намного шикарнее и большие ну вот отчиталась в общем на этой нотке наверно буду заканчивать всем красоты и любви всем пока и 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